С 1 октября родители в Красноярске могут подавать заявление на получение субсидий за детский сад. Ежемесячные выплаты в размере с 6 тысяч рублей назначаются, если ребенок стоял в очереди на детский сад до 31 марта этого года, но позже был снят с учета по заявлению родителей. Как правило, такие мамы и папы решают дать своим детям альтернативное образование в детских центрах, частных детских садах или у нянь. Субсидию они могут направить на эти цели. Чтобы получать выплату, родителям нужно подать заявление в Управление соцзащиты населения администрации тех районов, где ребенок зарегистрирован по месту жительства или пребывания. При себе нужно иметь копию паспорта, свидетельство о рождении ребенка, документ, подтверждающий регистрацию в Красноярске, копию расчетного счета и талон, подтверждающий снятие ребенка с учета для предоставления места в дошкольном учреждении. Заявление можно подавать с 1 октября. По словам специалистов, в соцзащиты субсидию получат около 5 тысяч красноярских семей. В первый месяц обращения ежемесячная денежная выплата будет назначаться с даты подачи заявления. То есть за первый месяц выплата будет рассчитываться пропорционально, исходя из даты обращения. Со второго месяца, следующего за месяцем подачи заявления, размер выплаты будет перечисляться в полном объеме в размере 6 тысяч рублей. Мы, безусловно, в первые дни ждем достаточное большое количество обращений. И в этой связи просим уважаемых горожан отнестись с пониманием к некоторым нюансам. Прием будет организован по гибкому графику, и прием мы всегда осуществляем по принципу до последнего клиента. Специалисты также отмечают, что ребенок, который стоит в отложенной очереди и получает субсидию, все равно участвует в комплектовании в детский сад. Если появляется вакантное место в дошкольном учреждении, его вам обязательно предложат. Но в этом случае вы не будете получать выплаты. Если у родителя появится желание досрочно восстановить ребенка на учете, соответственно, это он может сделать беспрепятственно, обратившись в территориальный отдел Главного управления образованием. Хочу обратить внимание родителей на ту ситуацию, что решение о том, будет стоять ребенок, продолжать состоять на учете, либо получать выплату, это самостоятельное решение каждой красноярской семьи.